Я предлагаю место Священного Писания, перед тем, как мы помолимся, и короткую мысль для размышления. Это Евангелие от Луки, 15 глава, с 8 по 10 стихи. Христос обращается и говорит такие слова к ученикам, к народу. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму? Не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет. Она, ясно, зовет подруг и соседок и скажет, порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радости у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Речь идет о потерянной драхме. Драхма – это персидская золотая монета. Или, как нам говорят слова, греческая серебряная монета, примерно соответствующая римскому динарию. Но в эпоху Нового Завета один динарий соответствовал или составлял дневную заработную плату человека, поденщика. Это размер стоимости динария. Драхма соответствовала примерно этой цене, этой сумме. И мы находим, что драхма – это ценность, это монета. А все, что ценно, оно всегда на учете, правда? И когда мы в жизни что-то ценное теряем, а мы часто теряем то, что нам дорого и ценно, оставляем ли мы это без внимания? Нет. Нет. Мы начинаем это искать. Мы начинаем усердно прилагать все усилия для того, чтобы найти то, что мы теряем. Мы теряем очень иногда ценные вещи, которые нам не хочется разлучиться, с которыми потерять. И поэтому всякая потеря – это лишение. Потерять – это значит утратить. Знаете, и женщина, о которой говорит Христос, она не была безразлична к той утрате, которую она имела. Она не была безразлична. Она имела десять драхм, так говорит Слово Божье. Это была ее полнота, может быть, это было ее состояние. Мы не знаем в этой притче, что имел в виду Христос, но я думаю, ученики понимали и окружающие понимали, о чем говорит Христос, потому что это была ценность, это десять драхм, это было состояние определенное. Но мы видим, что потеряна одна, одна потеряна. Много ли это или мало? Сколько бы это ни было, но потеря, она всегда причиняет нам боль. Потеря всегда причиняет нам страдания. И я думаю, что мы с этим согласимся, потому что мы были в таком состоянии, когда мы теряли и когда мы находили. Высший текст в этой главе, в 15 Евангелии от Луки, Христос приводит еще одну притчу. Он говорит о пастыре, у которого было сто овец. Знаете, прошел, может быть, день, дело клонилось к ночи, и уже он загонял их в загон. Написано, что они были в пустыне, да. Но я думаю, что загоняли в загон, может быть, для того, чтобы сохранить больше. И когда он посчитывал, то он определил, что одной не хватает. 98, 99 и одной нету. Он оставляет, Христос говорит, 99 и идет для того, чтобы найти ту, которая пропала, потому что она ему дорога. И когда он ее находит, он ее берет на плечи, несет, он радуется тому, что он нашел потерянное. Знаете, когда мы еще были молодыми мальчишками, мы часто жили летом на пасеке у родителей. И в горах как-то мы один раз стояли далеки от Алма-Аты. И со своим старшим братом мы пошли на речку. И сокращая путь, мы пошли просто по горам. И в одном месте мы в яме нашли ягненка. То есть он был живой. Как он туда попал? Возможно, пастухи пасли какое-то время. Стада проходили, может быть, там. И ягненок там находился. Мы с ним постарались вытащить его. Было нелегко. Но мы вытащили его и отнесли туда, к пастухам, как они были рады. Они рады были то, что по счету у них совпадало теперь с этим. Просто внезапно мне вспомнился этот пример. Я думаю, как часто подобное было, может быть, в Израиле. Потому что тогда, когда пасли там, на тех полях или пастбищах, может быть, были такие моменты, когда срывалась овца. Ну, как бы там ни было, всякая потеря, она приносит нам печаль, боль, утрату. Женщина знает, где потеряла Драхму. Так мы видим из Священного Писания. Район ее бедствия, ее утраты, это был ее дом. Ее было жилище. Там, где она жила, там, где она проводила больше всего времени. Как часто мы, братья и сестры, многое теряем, когда мы живем в доме своем, со своими детьми, с мужем или женой, с родными. Когда мы теряем не только вещи материальные, но когда у нас есть большая потеря. Потеря любви, когда мы потеряем мир со своими близкими, может быть, с детьми, когда они растут. Когда у нас нету радости, когда что-то теряется, то, что дорого нам было всегда. Знаете, вот эта женщина, она приняла меры. Написано, что она взяла светильник, взяла веник и стала мести свое жилье, свой дом. Возможно, там было темно, возможно, там было много мусора. Но она понимала, что там, где она потеряла, ей надо найти, потому что для нее это было дорого. И она выметала то, что мешало ей найти. И она находит эту монету. Она заблестела тогда, когда она вымела весь мусор. И Слово Божие говорит, что она от радости зовет и соседей, и подруг своих, для того, чтобы сказать им, что то, что для нее было дорого и потеряно, она обрела обратно. Она получила это назад. Что делаем мы тогда, когда мы теряем взаимоотношения в семье? Что делаем мы тогда, когда этих взаимоотношений нет? Они были когда-то. Мы ими пользовались. Они наполняли наше сердце радостью. Но пришло время, когда мы потеряли. Что мы делаем? Слово Божие говорит, нужно взять светильник и зажечь. Слово Божие говорит, что слово Твое есть светильник в ноге моей и свет стезе моей. Так говорит Давид. Слово Твое есть светильник. Знаете, когда мы теряем в доме, прилагаем ли мы усилия к тому, чтобы убрать мусор? Потому что для того, чтобы найти то, что мы теряем, я думаю, что этому предшествует мусор, который мешает найти. Что является мусором? Нам не нужно сегодня объяснять. Мы понимаем, это может быть возвышенные слова. Это может быть какие-то укоры. Разрыв любви произошел. Может какие-то причины прошли в непонимании со своими детьми, с женой, с мужем. Может еще что-то. И мы теряем. Мы теряем то, что было ценно для нас, то, что было дорого для нас. И мы это теряем. Знаете, когда мы выметаем, когда мы убираем, то мы находим утраченное. Если это делаем мы искренне. Если это было дорого нам. Если мы начинаем искать с разумой, когда мы понимаем, что оно потеряно. Если мы начинаем это делать, то мы находим то, что мы потеряли. Вместо, может быть, неприязни, мы находим дружбу. Вместо ненависти мы приобретаем опять любовь. Вместо какого-то конфликта, может быть из-за какой-то мелочи, из-за какого-то мусора, мы находим мир. Там, где может был когда-то траур или еще какая-то печаль, снова обретает человек радость. Поэтому как хотелось, чтобы благословил нас Господь, чтобы мы понимали, что тот греховный мусор, который наполняет в наших домах, в нашей жизни, если мы его не выметим, не заблестит та святость, которая дорого нам. Не заблестит. Мы не найдем ее, потому что вот этот мусор нужно вымести, нужно зажечь светильник, нужно прийти Слово Божие снова, чтобы оно загорело в наших сердцах. Потому что без Слова, без светильника мы не сможем вымести то греховное, то, что наполняет нашу жизнь. Чтобы заблестела жизнь дарами неба. Как хотелось, чтобы Господь благословил нас. И даже в этой короткой мысли мы могли найти смысл. Потому что без удаления этого мусора из жизни нашей, мы не сможем снова заблестеть так, как нам хотели. Мы не найдем ту святость, которая должна пребывать в наших сердцах. Пусть Господь благословит нас, размышляя над этой мыслью, помолиться Ему и прославить Его. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok